В эфире канала Гродно Плюс, время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Мачко. Здравствуйте. Не дня без баяна и музыки. Заслуженный артист России Валерий Сёмин посетил наш город. Известный российский баянист – очень долгожданный и редкий гость в нашем регионе. Его концерты всегда проходят с аншлагом, а зрители с удовольствием поют в унисон с артистом. В чём секрет его обаяния и почему известный не только в России, но и далеко за её пределами музыкант, приехал с концертом именно в город Гродно, узнаем прямо сейчас. В студии «Званого гостя» знаменитый баянист, аранжировщик, певец, композитор, телерадиоведущий, создатель и художественный руководитель группы «Белый день», заслуженный артист России Валерий Сёмин. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать. Вы очень красивые женщины. Благодарю вас. Приветствовать нас на нашей Гродненской земле. Вы обычно выступаете перед земляками, перед россиянами, а вот встреча перед белорусской публикой вызывает какой-то такой особый трепет души? Я думаю, здесь такие же хорошие, добрые люди живут, как вообще в нашей стране, и в России, и в Белоруссии. Вот я хочу сказать, что с Белоруссией меня связывает 4 месяца службы в армии в городе Лидос. Но в Гродно вы впервой. Да, в Гродно в первый раз. И я надеюсь, что будет много народу, и я покажу сегодня, как вы меня сегодня-то представили, и телеведущие. Я обо всем этом буду рассказывать, и петь, и играть. И в моем сегодняшнем концерте будут участвовать местные музыканты. Это будет такой мини-фестиваль, можно так сказать. Замечательно. Я уверена, что он так же, как и все ваши концерты, пройдет с аншлагом. Хотелось бы вот прямо вот сейчас, в начале нашей программы, услышать, как все-таки звучит этот инструмент в ваших руках. Знаете, я хочу... Я много играл всяких инструментальных произведений. Но мне хочется вот спеть для вас, дорогие друзья, песню моего любимого композитора Григория Федоровича Пономаренко, который написал за свою жизнь 4672 произведения. Это величайший был композитор-песенник. Я думаю, что вы знаете и Ивушку Зеленую, и Наринмар мой, Наринмар, и все оренбургские платки пуховые и так далее. Все это он написал. А есть одна песня, с которой я вот живу уже все свои песни. Одна из наших любимых, да? А где мне взять такую песню И о любви, и о судьбе? И чтоб никто не догадался, Что эта песня о тебе. И чтоб никто не догадался, И чтоб никто не догадался, Что эта песня о тебе. Что эта песня о тебе. Чтоб песня по свету летела, Кого-то за сердце брала, Кого-то в рощу заманила, Кого-то в поле увела, Кого-то в поле увела, И там у клуба заводского, И у далекого села. От этой песни, замирая, Девчонка милого ждала. От этой песни, замирая, От этой песни, замирая, Девчонка милого ждала. Девчонка милого ждала. И чтобы он ее дождался, Прижался к трепетным плечам, Да чтоб никто не догадался, О чем я плачу, Аллочка, поначалу. Да чтоб никто не догадался, И чтоб никто не догадался, О чем я плачу, поначалу. О чем я плачу, поначалу. Браво, Валерий Владимирович, Вы просто покорили мое сердце. Да бросим, красивые песни. Я не могу просто понять, вот в чем секрет. У вас баян какой-то необыкновенный, душа в нем. Или это вы такой удивительный человек? Я просто родился с баяном. Как вы можете в 21 веке Собирать полный аншлаг в зале, Заставлять всех присутствующих в зале Подпевать в унисон вам? Ну вы поймите, Что вот взять наш бывший Советский Союз, Мы все росли, Мне 50 лет, я не скрываю. Вот сейчас будет в этом году уже 51, Но у меня юбилейный год продолжается. И я помню, У нас было радио, Жили мы в городе Сызрань, Такое есть на Волге, Где Самарская область. И у нас был такой приемник, Это был с одной ручкой, да? И там звучал в 6 утра гимн Советского Союза, И были красивые песни. Я просто слушать было нечего, Пластинок у нас не было, Потому что мы жили как бы небогато, Мягко скажем, Мама одна была, воспитывала. И они как-то вот... Оставались у вас в памяти. И самое главное, Сейчас, вот как в компьютере, Они откуда-то приходят, И то же самое происходит у всех людей, Мне кажется, Кто родился в Советском Союзе. А я вычитала о том, Что в детстве вы познакомились с баяном При падении в снег. Это как? Это был случай, Мне мама рассказала, У меня был дедушка, Он работал плотником простым. И любил играть на балалайке, Ну, выпивал немножко, Ну, как все, Нормальный такой мужик русский, Который меня очень любил. Я у него был самый любимый внук. Вот. И мы жили вместе. И он меня любил зимой На санках возить. Мы жили в частном доме. В таком, ну... Зимы были суровые, Снега было много. Снега было много. У нас, кстати, Вот в Москве снег такой, Он не белый, мягко говоря. А вот я сейчас еду в Пермский край, Там очень красиво. Ну, вообще в России. И вот вы ехали, И вы на этом санночках. Да, и я на санночках, Ну, видимо, там зашел куда-то в магазин, Что-то купил. Вот. И приходят, А у меня нет санночков. Где, где? Ну, я как-то, видимо, Раз и в сугробе меня выронил. А это сугроб прямо около Дворца пионеров и школьников. И, наверное, посчитали, Что это такой знак. И меня туда отдали потом. Когда мне было сколько лет, Десять, я не помню. В кружок были. Но это точно был знак. Видите? Ну, наверное, да. Как все-таки у вас. Но мама, на самом деле, Мама меня воспитала одна. Она была инвалидом. Ее уже три года, как нет, в живых. У нее было очень много Как бы таких желаний, чтобы... Ну, понимаете, она воспитывала одного... Денег практически не было. Ну, 60 рублей она получала. Я не знаю, как сейчас. Ну, немного, короче. Ну, в принципе, сейчас тоже в культуре Люди особо не получают. И она была простым завхозом в магазине. И, естественно, у нее была мечта, Чтобы Валера был каким-то там Известным человеком. Зваминетным, успешным. И она хотела, чтобы я был военным. Потому что, если отдав меня в Суворовское училище, Я мог бы быть на государственном обеспечении, Там форма, покушать там и так далее. Но мой педагог из музыкальной школы, Дай бог ему здоровья, Антипов Михаил Сергеевич, Я не знаю, жив он, наверное, уже нет, в живых. И он мне, все-таки, Тамара Михайловна, Надо, чтобы Валера пошел вот... Но вы закончили Гнесинский. Это же один из лучших вузов мира. Я закончил музыкальную школу. То есть получается, что вы баяном владеете в совершенстве. А вы можете сыграть любую мелодию. Но, в принципе, я никогда не слышала, Чтобы вы использовали в своей игре Какие-то такие замысловатые напевы, Какие-то такие слишком серьезные, Непонятные для восприятия человеческого слуха Какие-то такие мелодии. У вас такая очень приятная, льющаяся, Простая, можно сказать, мелодия. В этом есть успех ваш? Вы просто чем проще, тем ближе к людям. Конечно. Я закончил, вот я начал в музыкальной школе, Потом в Сызранском музыкальном училище. И был выбор Саратов или Москва. Я выбрал Москву. Поступил в Гнесинку, закончил в Гнесинский институт. Но считаю, что все-таки основа была заложена Именно в музыкальном училище. Меня научили мой педагог, Вячеслав Алексеевич Куликов, Тоже в живых и уже нет. Он мне научил, вот секрет в том, Что баян, как и любой инструмент, Он же как бы духовой практически, Потому что там есть голоса. И вот мех, это как голос. И если научиться правильно его вести, мех, Вот гармонисты, на самом деле, Они немножко в этом самодеятельном. Грешат этим. Грешат. Но там немножко по-другому. Они берут тем, что душой своей. А тут вот мех... Очень важна фраза, чтобы... И когда у тебя начинают, как бы, мозги... Смехом заодно. Смехом заодно, тогда все получается. А сложности... Ну, когда-то я играл и Баха играл, И играл всякие там... И Гендели там, и каких-то Чайковских. 90-х каверы. И кавер-верс. Все было. И на самом деле, вот, я очень рад тому, Что это был 90-й год. Но еще надо сказать о песнях советского времени. У вас в репертуаре очень много таких произведений, На которых уже выросло-то не одно поколение. Вот, ну, играйте что-нибудь такое, Вот, что вас вдохновляет. Я просто хочу сказать, вот, по поводу того, Что в 90-м году, в 92-м или 93-м, Был проект «Балалайка ин рок». Это вот я вот придумал. И мы были, я думаю, первыми, Которые стали играть там всякие... Битлов и так далее. В каком-то необычном таком варианте. А потом, вот, когда уже стало засилие вот этой попсы, Надо было все под минуса работать. И у нас просто, как бы, выжили. Да и, в общем, некоммерчески это стало, Потому что мы... Ну, и бог с ним. У нас все равно есть, что играть сегодня. То есть, в том числе и Воронежа, который играет вот сейчас. Я думаю, что он тоже, наверное, когда-то услышал группу «Белый день», И что-то это его заставило, что он сейчас... И молодец, слава богу, потому что... Конечно, ваша группа очень многих вдохновила. Я знаю, что рефераты даже некоторые писали, и дай бог. Вот. А что касается советских песен, я на них вырос, И сейчас я таким являюсь, как бы, Ну, можно сказать, пропагандистом советских песен. У меня есть своя программа, в интернете называется «Посиделки на кухне». Я ее сам снимаю, сам это... Но у меня просто не хватает времени на все. Я хотел сделать такую антологию советской песни. Песен очень много. И жалко, что Министерство культуры, к сожалению, Не занимается этим вопросом. Не поддерживает. Не музыканты там, наверное, работают. Нет у них музыкального образования. Нет такого порыва души. Если бы там работал баянист, Вот это он бы поддержал точно. Но поэтому пою очень много советских песен. Будем надеяться, что в скором времени там тоже появляются наши люди. Да дай бог, Господи. Ну, сыграйте нам что-нибудь. Какой-нибудь небольшой куплетик из советских песен, Который, ну, может быть, для вас как-то вдохновляет вас. Я на каждом концерте вот эту песню пою с залом. Потому что... Фишечка ваша такая, да? Визитная карточка, да? Не знаю. Костры горят далекие, Луна в реке купается, А парень с милой девушкой На лавочке прощается. А парень с милой девушкой На лавочке прощается. Так, не хочется с вами прощаться так. Мы еще не прощаемся, у нас еще есть время для беседы. Здорово, конечно. Еще вот очень хочется поговорить на ту тему, Что у вас же практически полтора часовой эфир прямой. Да. На телевидении. А у вас связь идет не только с Россией. У вас прямой трансляции смотрят и Америка, и Украина. Израиль. И даже Алтай край. Да, Алтайский край, да. Как? Как люди все в разное время, даже спать не ложатся, Ждут вашей программы для того, чтобы... У нас эфир идет в 9 часов вечера по Москве. На Алтае плюс 4, это сколько там, ночь уже глубокая. В Америке, там вообще есть другая история. В Израиле... Ну, короче, везде разные часовые поиски. А я не знаю, вот, наверное, не знаю, есть у меня какой-то, наверное, дар. Кстати, я хочу сказать, вот на многих концертах, Особенно в глубинке, в провинции, Ну, здесь как-то вот это... Я не считаю, что Гродно это какой-то провинциальный город. У нас есть деревни просто, где я работаю... Вот у меня каждый месяц в государственном, кремлевском дворце, Там есть дипломатический зал на 150 человек. Я там провожу свои концерты. Мне очень выпала честь. И Петр Михайлович Шабалтай, который является генеральным директором, Он мне разрешил проводить, популяризировать народную музыку. У меня гости народные артисты разные там и так далее. И сам выступаю. И также я выступаю в провинции, где там 150 бабушек сидит каких-то, да. И они даже иногда им заплатить за эти билеты, Они там яйцами отдают, там, медом, грибом, омегом. И, знаете, одна приходит бабушка, говорит, сынок, я собралась, Она так, я собралась уж на кладбище, мне 85 лет, А вот после твоего концерта я еще в 10-х поживу. Я приехал на следующий год, она так уже хорошо выглядит, И она принесла бутылку с водой. Я говорю, а зачем? Я твою песню слушаю и заряжаюсь. Вот как шалам-шумак. Вы у нас еще и целитель, вот оно что. Ну, наверняка что-то же есть, раз люди вот со всего мира смотрят. Ну, вы смотрите, вот я сыграл, я не просто... Вы же сразу улыбаться стали, да? Значит, все-таки есть целительное свойство, да? Ну, это не у меня. В вашем баяне или в вас лично. Это замечательно, конечно. Ну, вы уже сказали о том, что бабушки с удовольствием Уходят к вам на концерты. Молодежь приходит послушать баян? Молодежь приходит, либо вот совсем маленькие, ну, внуки, внучаты и так далее, да? А вот все-таки такой возраст, там, от 12 до 20, их нет. Ну, может быть, какие-то из воспитанных более-менее семей, где родители обращают внимание на воспитание. Или тоже музыканты. Да, приходят. Но вы же понимаете, что засилие, я не знаю, как... Вот у нас очень много засилия вот этого коммерческого телевидения, где там народного, к сожалению, очень мало. Поэтому мы вот как патриоты своей страны на переднем плане... А еще я слышала, что вы не только у нас такой знаменитый, известный баянист, не только телеведущий, вы еще ездите по стране и ищете, как жемчуг на дне морском самородки. Самородки, да. В Белоруссии удалось кого-нибудь разыскать? Может быть, на нашей Гродненской земле? Или вот вы сейчас... Я думаю, что кого-то я точно найду. Нет, я так... Я очень много зарегистрировал. Меня много в соцсетях. Там Одноклассники, Контакты и Фейсбук. И я дружу с белорусскими какими-то музыкантами. Но, к сожалению, просто так на расстоянии. Я надеюсь, это вот мой первый такой концерт сегодня в Гродно. И думаю, что вот сарафанное радио, оно работает. Ну, даже если вдруг кто-то не сможет попасть по каким-то причинам к вам на концерт, ну, наверняка наши телезрители, скажите, как обратиться? Вы говорите, что в интернете где-то есть ваша страничка. Ну, может, пускай они тоже сыграют, и вы скажете, так вот же тот, которого я ищу. Нет, если не будет этой рекламы, я просто скажу. Вы набираете... Есть такой YouTube, знаете? Вот, набираете Валерий Семин, и там у меня где-то, ну, 800 с лишним вот этих видеороликов. А что именно вы ищете? Вам надо, чтобы это был человек молодой? А это неважно, неважно. Вот абсолютно неважно. Просто тут не от возраста зависит, тут либо оно есть, либо нет. Вот, вы знаете, я просто... Ну, вы баяниста вы ищете, так? Или неважно, даже на каком инструменте? Не важно, абсолютно неважно. Может быть, здесь вообще на какой-нибудь колесной лире найдется исполнитель, который... Главное, что вот видно сразу, вот вы чувствуете, что человек от Бога. Можно заканчивать кучу институтов, академии, там, не знаю, и быть каким-то таким... То есть даже самоучки вас тоже интересуют? Конечно. Я в основном... Причем самоучки, они более благодарные люди. Они очень простые, понимаете? Их очень легко обидеть. И у меня вот моя программа, которая «Играя баян», она уже из студии переросла в такое движение концертное. Я много катаюсь по нашей стране, там, Пермский край, Пенза, потом Воронежская область, я уже не помню, много... Новосибирск далеко, Алтайский край. И там заранее мы связываемся по интернету, например, там, с какими-то коллективами. Она говорит, у нас вот есть самородок, там, Вася какой-нибудь маленький. Он мне присылает на гармошке наиграл, ну, на видео, на телефон, мне не важно, на чем, качество какое. И я говорю, вот он будет участвовать. И мы так делаем фестиваль, приезжаю туда, где-то сначала идет какой-то отбор такой небольшой первый день, а второй галоконцерт трехчасовой. И, понимаете, все довольны, зрители довольны. Во-первых, там все это недорого, билеты мы дорогие не делаем. Во-вторых, начальство, руководство, культура, управление, оно тоже как бы для галочки там хорошо. Грамоты вручили, да. То есть поддерживают все, и зрители довольны, а участники как счастливы, просто у них... Ну, вот вы говорите о том, что так много путешествуете по миру. А вот интересно, вот публика везде одинаковая или разная? Вот есть разница, где выступать по географическому положению? В Сибири все сидят тихенько до последней песни, а в той же Корее с первой нотой жара и аншлаг? Есть, да, все зависит от географического положения. Серьезно? Конечно, вот Краснодарский край реагирует быстро, мгновенно, кричат из зала, там, давай вот это. А вот где-то там, как в Карелии, например, Петрозаводск, там другая немножко, Мурманск, другая. Ну, самая благодарная публика где? Она везде благодарна. Я думаю, что сегодня тоже будет благодарна. Дело не в публике. Просто, ну, ведь на Алтае, например, живут такие люди, они немножко как бы внутри себя, но все равно потом эмоции плески. Ну, насколько я вот могу предположить, вот мне кажется, что вы очень любите выступать вот именно в Алтае, вот судя по интервью. Объясню, почему. Я, если вы смотрели, это был 2000 год в те годы, была программа по Первому каналу, ее все смотрели, с легким паром. И там был Миша Евдокимов. Если вы помните, жалко, что фотографии нет, я на баяне там был вот с такой мордой красной, хвост, черный баян. Я, если вы посмотрите в интернете, то есть меня сейчас невозможно узнать, я изменился. У меня баян белые волосы белые. Вот, и мы проработали где-то пять лет с Мишей в этой программе. А он алтайский мужик и губернатором был. И каждый год мы, у нас есть такой фонд Евдокимова, возглавляет его Александр Яковлевич Михайлов, народный артист, знаете, Любовь и Голуби, который там, Александр Васильевич Панкратов, черный актер. И каждый год в день его гибели, это в августе месяце в селе Верхобской, где он умер, в смысле похоронен, где он родился, где его могила, там собирается, вот в прошлом году было 35 тысяч народу. Просто приезжают на машинах. Ничего себе, вот это память человеческая. Да, международный фестиваль памяти Евдокимова, называется «Земляки». И там очень много артистов, спортивные соревнования, футбол, там, не знаю, волейбол играют. А в третий день галоконцерт приезжают из Москвы, из Италии, из Америки артисты и поют. Огромная площадка, поле. Валерий Владимирович, ну вы еще в наши края в ближайшее время завитаете? Я думаю, что... Я очень хочу. Очень жалко, что у вас единственный такой концерт в нашем городе. И, к сожалению, далеко не все желающие... Кто еще будет? Я не пытался. То есть ждем вас с нетерпением еще в ближайшее время. Какие у вас вообще планы на ближайший 2017 год? Написать много песен. А это правда, что вы каждый день пишете новую песню? Как? Откуда столько вдохновения? Где вы его черпаете? Я не только каждый день пишу много песен. У меня две программы. То есть программа «Гости», которая на Подмосковном радио. Программа «Играя баян». Соответственно, это надо готовиться. Потом одну программу я вообще сам монтирую, как видеомонтажер. Потом есть песни, потом есть куча административных дел. В Кремле постоянно совещания, потому что надо же к каждому концерту готовиться. А еще есть личные какие-то жизненные моменты и так далее. Ну, вот я этим живу. Знаете, я как-то вот читала, что вы не только там с детства с баяном, вы еще и верите в существование параллельных миров. Мне кажется, что вы где-то эти признаки все-таки обнаружили. Как можно вот все вот это успевать и все это делать? Это про инопланетян, что ли, говорится? Нет, про параллельные миры. Читала я, где-то говорили о том, что да, что вы верите в то, что есть параллельные миры. Ну, наверное, есть. А как? А если вообще... Наверное, мы эти признаки обнаружили, но не признаешься. Нет, а если не верить... Разве может обыкновенный человек вот так играть, чтобы все люди в унисон пели вместе с вами, вот сочинять каждый день по песне, да еще и столько всего. Да я простой добрый человек. Чуть бросить. Ну, это очень здорово, что вы нашли время сегодня, пришли к нам на нашу программу и будете в городе Гродно, обязательно заходите. Поиграем, а заодно и поговорим. Может, еще чуть-чуть спою одну? Конечно, очень хотелось бы еще что-нибудь услышать. Вот это моя песня. Гармонь 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 в радость и в горе нам поможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Пока в Беларуси хоть одна гармонь поет, нас тоже одолеть никто не сможет. Браво! Вот на этой мажорной ноте и закончим нашу сегодняшнюю программу. Благодарю вас. До новых встреч. Спасибо. Пока. Напомню, в студии Званого Гостя был известный байонист, заслуженный артист России, певец-композитор Валерий Сёмин. До свидания.